Урок естествознания 3 класс. Тема урока «Что такое почва?». На уроке ты узнаешь, что такое почва, как она образуется, сможешь объяснить роль почвы в жизни некоторых организмов. Итак, что такое почва? Почва – это верхний, рыхлый, плодородный слой земли, на котором растут разнообразные растения. Большая часть земной поверхности покрыта слоем почвы разной толщины. В горах этот слой совсем тонкий, всего 5 мм. В тех местах, где люди занимаются земледелием, толщина почвенного покрова может достигать 2 метров. Образование почвы происходит под воздействием температуры, ветра и воды. Горные породы, камни, минералы разрушаются. Образуются мелкие минеральные частицы. На этих частицах растут травянистые растения. Отмирая, их части перемешиваются с минеральными частицами и образуется почва. Она является источником питания и опорой для корней и стеблей растений. Почва образуется очень медленно. 1 см формируется за 250-300 лет. 20 см за 5-6 тысяч лет. Поэтому нельзя допускать разрушения и уничтожения почвы. Вред почве причиняет вода, размывая ее во время сильных дождей и половодья. Еще почва боится ветра, который переносит верхний плодородный слой. Образуют овраги. Почва темного цвета. А если мы рассмотрим ее образец через лупу, то увидим остатки полузгнивших корешков и листочков растений. В почве всегда есть и живая природа. Рассмотрите картинку, на которой изображены обитатели почвы. Почву часто называют домом для животных. Здесь можно увидеть насекомых, дождевых червей, личинки жуков, многоножек, грызунов и зверей. Одни в почве живут постоянно. Другие прячутся от врагов и холода. Третьи откладывают яйца для размножения. Жуки могут проникать в землю на глубину до 2 метров. Кроты до 5 метров. Дождевые черви – рекордсмены. Они опускаются до 8 метров. А земляной шмель в почве зимует. Ты познакомился с темой «Что такое почва?» Теперь я предлагаю тебе выполнить задание. Задание первое. Рассмотри таблицу. Найди в таблице название 9 животных, для которых почва является домом. Обрати внимание. В таблице есть несколько вариантов ответа. По этому образцу найди всех остальных обитателей почвы. Давай проверим твою работу. Муравьи. Улитки. Медведки. Многоножки. Черви. Я надеюсь, у тебя все получилось. Ты большой молодец! Задание второе. Самостоятельная работа. Давай проявим творчество. Напиши синквейн по теме сегодняшнего урока. В помощь я предлагаю тебе слова, которыми ты можешь воспользоваться при написании синквейна. Вспомни правило написания синквейна. Используй опорные слова. Выполни работу в тетради и не забудь отправить учителя. Я желаю тебе удачи! До новых встреч!